Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот приходите завтра будет открыть а я думаю вот так и так должны быть так скорее наоборот понятно но в общем завтра фейерверки и бесплатные закуски будут мне уехать до вечера вас оставлю поджим может я позову вот это не знаю я буду делать а на данном моменте что он там я на коколе у нас кашов есть выпал я не имею понятия заплачу досадно что есть простите как и то вместе вместе с криви мы все выделили есть в районе а давайте отбор но и я не имею м вот так как у нас 45 так как и 5 8 и 4 5 5 5 5 добрый день добрый день добрый день сегодня будет поесть надеюсь не знаю лаконисты я забыл сколько там центов так что 1 доллар 25 давайте сбылами и чечен так здесь я у вас возьму 1 так и зеленый чай 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 и Внизу, что внизу. Да что-то, никак не могу удобно расположиться. А ладно, и так сойдёт, хотя нет. Нет. В порядке. Я и не сомневался. Какие планы? Выпей этот замечательный кофе, а там, как говорится, будем посмотреть. А вообще, в масштабном плане? Ну, разжиться кораблём. Стало быть, для него нужно найти те клады. Как только у вас появится коллабль, тем заниматься будете. О, там я и не сомневаюсь. Цели найдутся. Ну, самая глобальная цель, наверное, это найти средство от смерти. То есть, бессмертия. Чего? Бессмертия? Да. Смесительно. А кому хотелось бы умирать? Вот и мне не хотелось. Бессмертия. Отчего же? Ну, не знаю. она есть с ума сойдет если здесь вечно жить я проверю сообщите тогда мне обязательно точнее птицы вы о чем капитан а личная жизнь так господа заработать человек возможно так кто из вас умеет воск управлять если не я увы мистер линч говорят то есть из вас никто вот это жало мне же да но я все равно сейчас уезжают там не просто я недалеко тут от портала 3 очка довести большие ящики может руками на можно пешком эти можете руками мистер куда если газет на есть небольшая тележка можно ее взять и перетащить у меня есть повозка ну я потому что у меня вы бежали конечно короче от кошка можете руками пежаловости хотите плачу пять бакс отлично я в день ну что ей можно всего ладно за пирогом потом вернусь он все равно надкусан и дефинтелли крэйзи Продолжение следует... 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 Доброе утро, Мистер Грайфис. Да, доброе. Так, и обронить не... В общем, можно. А этот куда пошел? Того забрали, а этот сам? Ничего себе. Что у вас сегодня такого... Щас скажу, чего мне хочется. Слова, ты видны лоботи, человек. Чего-нибудь не сильно плотного? И... Можно чего-нибудь жидкого? Что-то вроде супчиков? Мы приплатим здесь. Лежи. О. Сплатная выпивка, закуски, фейерверк. Ой. все в порядке добрый день ой уже очень как-то не так пошло вот я так и думал вот не могло обойтись чтоб не споткнулся какую-нибудь ступеньку вот 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 Что-то сегодня с конями нету. Ты, кстати, чей? Вроде бы мы с тобой не знакомы, да? Но грива у тебя интересная, яркая как пламя. Да, этот довольно лёгкий даже. Так, а я себя не очень важно чувствую. Надо это поправить. Так, джентльмен, пройдите. Вернее, да, расступить. Так, ну, моё добро. Всё, работа выполнена. Держи, как я и обещал. О, боже мой, как вкусно. Благодарю. Мои благодарности, повар. Я тут, наверное, был недоеденный пирог и чай. Давай, я тут сам сортирую. Как ваша жизнь? Ночь? Не холодно было? Ммм, нормально. Ммм, нормально. Пальто достаточно тёплое и достаточно продуваемое. Всё равномерно. Странно. О, вкусно. Как? Я ещё не поняла очень. Да. Ммм. 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 Ого, а ловко вы это, джентльмен. Что именно? А вы не видели? Он так резко провернулся. Я думал, у него спина хрустнет. Ловкий старичок. А вас, мисс... как зовут, простите? Это... вроде мисс Линч. Вроде Линч. Миссис Линч. О, миссис. Простите. Я мисс Куинсли. Кейси Куинсли. Очень приятно. Мы, кажется, с вами вчера про мистера Роджера поговорили. Да. Он просто хороший друг моего мужа. Понимаю. Мы побеспокоились. Это здорово. Он очень приятный человек. Да. А как ваше здоровье? Вас ничего не тревожит? Душевно. Как приятно наблюдать таких людей, которым не нужна моя профессиональная помощь. Добрый день, капитан. Добрый. А, Элизабет, я... Уже? А? Присмотри, пожалуйста. Хорошо. Ладно, так что быть. Вы готовы или только... Эээ... Я готова, но придётся подождать пару минут, пока вместе с ним не вернётся. Я не тороплюсь. Я ещё не доёл свой пирог. А почему? Я знаю... На конях. Обучение. Да... Хочу... Ну, попробовать не уже. Понимаю. Мне любая помощь подойдёт. Тем более, я не против заплатить. Ну, кстати, он вам говорил, ваша честра Элисан, что он? А, спасибо. Наводио у него укачивания не было. У Элисан? Ну да. А... Не... Нет. Ну что, пойдёмте, капитан? Да, давайте. Пойдёмте. Угу. Удачного обучения. Да я понимаю. Спасибо. Что-то сегодня кони все, словно, сами по себе гуляют где хотят. Есть такое, тоже немного беспокоит. Как бы они никому не навредили. Как бы они никому не навредили. Я могу идти быстрее? Ээээ... Ээээ... Необязательно. Нужно никуда не спешу. Это верно. Погодка прекрасная, дождь уже закончился. Да, это хорошо. мистер линч добрый день добрый день как у вас дела вроде бы превосходно будет хорошо сейчас я тут досыплю немного конечно не мешаем тут где-то мой так давайте я на всех случаев отойду да ты не предугадаешь когда у вас настроение будет плохое они меня когда видят у них всегда плохое настроение знаете они меня когда видят у них такое морду такая как будто бы это мне казалось самый обычный что самый обычный конь не может быть красивым не знаю ну я тоже думаю красиво по ничего себе ты-то из строила вышло что-то и мне там сзади подошел вообще не заметил привет опять что льдасть это помеха ну не особо дать плащ меня не нужно погода хорошая теплая не нужно в поля наверно да лучше где более безлюдно и на них сами уже садись умеете ну я каталась да да позади только может вас сейчас посадить на коня и поводить до поля ну не знаю я дозвольте по поводу сейчас потом вот рукой за шок на и вот все чудно не привычно непривычные ощущения отчего же слишком большой раньше были помельче да нет просто непривычно что именно не сзади кого-то все обзор лучше и по дорожке конь слушай ой все в порядке это мая вина и ничего вроде ваш конь смены но это чудно слышать значит с ним будет меньше проблем она давайте наверно вот так через поля осторожно ветки а ей шляпку чуть не сбили только подумал может пониже я думаю дальше наверно а не пониже там будет ну давай забыл слон просторнее вот да почему-то она почему-то в голове но с буквой с должна была начать не знаю почему логика но иногда такая логика это да особенно с утра когда голова не валит еще ну я так понимаю у вас к ним страха нету вы на нем спокойно сидите никуда не делали даже держитесь на этот рожок как и должно быть вы пришпоривать их умеете это все значит это можно их как бы пятками стукнуть по бокам чтобы они слегка почувствовали боль или опасность и в общем начали ускорять их ход а им не больно это больно но что поделать кто-то даже шпоры для этого одевает ужас мне кажется здесь нормально будет вы хотите сразу пришпорить есть еще варианты взять вот помоги и как бы сделать из них хлыстик и по шее слева справа стукнуть все еще можно но не настолько каким можно шпорами поранить коня вы попробуете так или вас еще поводить немножко наверно лучше немного еще поводить хорошо давайте мне кажется вполне себе на способ думаю это мне и коню помогает расслабиться самое главное наверное прежде чем объяснить как заставить коня куда-либо идти это заставить коня остановиться чтобы заставить остановиться нужно эти поводья тянуть на себя настолько сильно чтобы у него уже голова на вас задралась вот так получается начать брыкаться и скинуть на месте этого лучше не так чтобы делать если сильно много боли им приносить они точно скинут и если не кормить а как правильно вообще кормить лошадь у меня никого них я кормил только с самой обычным сеном и морковь яблоко можно с руки можно надеть мешок с овсом а как правильно с руки кормить так чтобы он не откусил вам пальцы самое главное а то ведь они могут но принципе да у них такие морды бывают такие злющие кони что откусывают действительно пальца если они прям агрессивные не знаю на что конечно может хозяева были может просто дикий норов ясно что еще должна знать если это ваш кони он новый надо следить за его копытами либо спросить этого конюха чтобы подковы не сточились и оставались на месте и или если она не подкована то то же самое с копытами ну и копыта периодически подточивать приходится чтобы снимать эти вот подкову это знаете у них как ноготь у них растет он это он неправильно растет и бывает у ослов может видели такие как словно дурацкие носки получаются как у клоунов ногти отрастают нет не видели нет не видел значит тут за всеми с вами довольно нормально всегда вы попробуйте пришпорить самое главное помните как его остановить и держитесь за за седло вот за это рок вот а его мне еще говорили можно тянуть за гриву для чего чтобы остановить и чтобы самому не упасть и удержаться о так попробую пока потихонечку сама ух как немного страшно ну да они довольно окажутся непредсказуемыми все таки это живой организм это это точно ну чей-то еще он без присмотра страны а чтобы влево-право поворачивать коня это соответственно влево тянуть одну сторону поводья или вправо в зависимости от того куда вам надо то есть если я хочу влево мне надо тянуть влево 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 у него лицо поворачивается а не получится что его лицо будет поворачивать направо нет смотрите вы левую часть устьев тянете лицо вот ко мне как он сейчас повернулся его вправо потянем влево а подождите а все я почему-то думаю что обратный эффект будет нет нет они ходят куда смотрят как говорится куда глаза глядят о так что если им закрыть глаза они либо остановятся либо продолжат бежать как безумные не замечая ничего перед собой понятно ну попробуйте чуть сильнее я не знаю по шее стукнуть или попробуйте пришпорить только очень 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 легонько это он может сбрыкнуть и сбросить вас пока я боюсь я вот привыкну пока не гарантирую ой надеюсь не к нам повернет сейчас не повернул было бы очень странно если бы он повернул зигзагом ну мало ли я же не знаю как куда им надо так наверное лучше повернуться в сторону города боюсь потеряться не бойтесь а вы тоже как сестра не особенно умело ориентируетесь на местности ну когда уже не в городе то да а так я уже в городе ну она то недавно здесь всего пару дней а я уже три недели или четыре даже ну как мило птички питаются стало быть тоже не особо давно здесь я всего лишь неделю здесь о ну я да позже а вы принимаете заказы в самуне чтобы новое блюдо готовить или как бы модернизировать новое ой старое оооо я не знаю я прям в город решили направиться там могут быть тележки и будет ооо да лепо или неуклюже с ними столкнуться так тогда надо поп развернуться ого это выловка даже не упали видимо у меня талант возможно а какие у вас еще таланты вот я так понимаю по мистеру райту и вашей сестре у вас в семье есть писательские таланты не я не писатель досадно я кому-нибудь хотел предложить написать о себе книгу один из способов остаться бессмертным ооо не я ничего такого особого не умею вы думаете вы может просто не раскрыли эти таланты может быть так впереди кусты надо повернуть да кстати в кустах могут быть змеи это самое мерзкое противное и опасное они могут но они не имеют хуже если он ну да упасть будет неприятно коня еще нового купить можно и приручить привыкнуть к нему а вот много новую купить это проблема надо ли как-то загривая и хвостом ухаживать конечно вы хотите даже настолько но я думаю в основном этим занимаются конюхи почему бы и нет мне кажется и коню будет приятно у них все как у нас волосы такие же ухаживаете они не курятся не превращаются в отряды как у меня на они у меня специально запретены не подумайте у них вот тоже выпадают волосы соответственно как у любого другого животного кошки я кстати не встречал аллергию на коней интересное такое бывает так кажется мы в тупике да так как развернуться его может хотите попробовать преодолеть этот барьер он не знала вы держитесь если что держитесь за руку и гриву самое главное не рухнуть на камне головой и спиной ой а вот ух да да ловко как довольно умелый конья смотрю и вы нас попробовать спуститься как хотите вам руку дать или вы хотите попробовать а вы спуститься с не да и я это имела да руку коню было бы довольно проблематично смотрите только удержитесь о не выпадете из седланы вот типа нормально спуститься немного легче получилось насколько я понял ну да все равно немного страхово как человек но только он не все понимает и он может повести себя своем равном в лево вправо внезапно что-то перешагнуть перепрыгнуть и остается лишь ловко пытаться удержаться все для а а потом его угомонить остаться щетку для гривы где можно приобрести я так понимаю мистера линча в конюшне или там кто-то еще девочка когда работал то есть в конюшне я не видел в бокалеке не спрошу и не осталось надо будет спросить да погода отличная сейчас ой 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 извините мистер назад не умеет давать но это весьма сложно даже для них самих это для них нетипично ясно и видимо легче поворачивать да но если очень сильно нужно то приблизительно так же как и тянуть на себя рано или поздно он либо скинет и банк сдаст назад либо пытаться как бы направить вниз морду и тянуть все еще назад и тогда он будет идти назад хотите попробовать не знаю наверно не вышли получается это видимо пока мне невозможно назад это прям знаете вот вот как то вот как так понимаете если сильно разгонитесь вам не поможет ему указывать назад вам нужно чтобы вот прям настолько тянуть как я вот непонятно нет видимо да ну то что я хотя бы вот так но у него проблемы с транспортами вообще а чё так ну и и укачивать ну так я говорю на лодке все было превосходно видимо это распространится только на славу на польске не могла усесться просто как вот вы една конем селись она словом бы не могла вот так сделать странно ну ладно вроде бы нет никакой сложности просто удобнее место найти и просто сесть видимо там либо сильно нагрелась уже лодка либо не очень было обработано дерево хорошо какие-нибудь сучки я смутили без понятия ее вечно что-то смущает например о господи да сейчас не приведу в пример генерал господи она она очень эмоционально мистер грейв да только не эмоционально из всех людей что я знаю наиболее вы думаете ей стоит с ним поболтать поговорить и набраться его вот этого навыка думаю это бесполезно почему не знаю мне кажется мне не получится а ведет себя порой как ребенок в этом нет ничего дурного ну так то да но мы будем потихоньку направляться в город если вы видите на дороге волков или пуму или даже змею рекомендую просто на деру не пытаться успокаивать его то есть лучше как можно скорее убежать да проще приспорить коня и спасать его и себя прежде чем он начнет скидывать у себя вас чтобы облегчить себе спину убежать самому собственно он предательски может поступить ясно спасибо за совет кстати удобнее и уютнее с конями или было бы если вы такая была проще да я думаю без разницы а если вообще отличие в характере вода вот только в характере хотя он бывает по разам зависимости наверно и от коня и от владельца а вы не знаете от чего этот банк еще не открыть он вроде бы уже всеми достроены даже крышу мы вроде отремонтировали без понятия на самом деле я так-то в городе есть банк я видел он поменьше ну видимо нет нужды пока в большом если это два разных банка то это конкуренция конкуренция всегда неплохо но я буду бояться бороться за клиентов и предлагать наиболее выгодные условия условия думаю слеза уже да и устала у вас не придержать если есть хочу но успешно и сейчас попробую сама и вот ну вот думаю заплатить вы всем сегодня довольны пока что спасибо дальше вы хотите их пробовать и гнать сильнее наверное посмотрим а позади вы отлично держитесь как пассажир да да а стало быть тут никаких проблем идемте дальше к конюшне или в салон или куда давайте в салон думаю неплохо было бы перекусить я бы все равно его отвел в конюшню нечего ему там стоять лишний конь на улице ни к чему ну да то мало ли украдут или сбежит вы думаете тут есть конокрады а в газете писали что во время аукциона украли последнего храня миг глазами о я довольно был удивлен почему остальных не гнали за ними присмотра абсолютно никакого не было кроме меня я ходил вокруг да около и просто с ними разговаривал потому что вообще все разбежались ну видимо последний конь показался кому-то особенным мне сказали это был какой-то цыганский коп я увы в породах не особо разбираюсь конь да и конь главное чтобы не был буяном и легко управлялся если он будет конечно здоровый как у мистера джеймса или как его там оружейник в общем мне кажется таким будет трудно совладать если честно мне кажется что то им компенсирует он больше чем он сам Джесси его зовут да вот Джесси если что я вам этого не говорил хорошо я могила он не стоит прям могилой быть звучит не очень так жди здесь никуда не уходи а как кстати вашего конец зовут а знаете я ему не придумал имя но судя по его раскраске цвету я думаю это ворон ну неплохо мы явно сегодня себя с друг другом не понимаем я говорю тебе жди здесь да что ж такое я пытаюсь привязать вот ура отлично видимо бывает такое у них настроение да он да он играл со мной и забирал зубами по воде так я забыла с какой стороны салон ой серьезно с левой давай я просто тут редко прохожу ага ну стало быть прокладываем вам путь ооо опять пробка бывает иногда поломки или я не знаю кони что-то буянет а либо что-то разгружают а возможно почитала лошадь посередине встала ааа ну вот она и проблема а я в я я в в я в а я не я я это да и вы думаете только конюхи специальные ходят и эти жандармы не на малюс кто-нибудь выглянет и скажет вару вару вы как свидетель будете того что мои руки чисты чаю зеленого и еще лимонного пирога а вы что-то будет на пока смотрю думаю освободились на я уже вам тоже нужен я просто спрашиваю так интересно получается вроде бы потихоньку получается это же хорошо да надеюсь завтра будет еще лучше да на мое удивление смирно да да а кто-нибудь может подсказать который час 80 долларов я понял неплохой у вас бизнес я посмотрю мистер на 5 часов 10 минут тогда можно мне пожалуйста стаканчик бурбона бурбон всегда пожалуйста кстати я так понимаю вам привезли алкоголь были довольно звенящие коробки они а сегодня мисс линч мне не сумела продать ром этот рома которого рома отлично давайте я попробую тот что который но он самый новый мисс линч можно меня стаканчик ой час кучая зеленого и блинчики за вас пятнадцать центов так бутылка рома 55 центов а а а а а без дачи у меня не найдется спасибо можно без сдачи а а вот а 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 Это есть, это есть, это есть, это есть. Кажется, вчера он мне оказался повкуснее. Видимо, было другое настроение. Неужели вкус чего-то зависит от настроения? А что с вашим настроением сегодня? Знаете, во многом. Не знаю, может быть как-то спала неудобно. Вот и я тоже так думаю. Прям наговорное. Думаете, от этого многое зависит, да? Не уверен, но предполагаю. Как ваш день проходит с ночью? Я не слышу, ни музыка не играет, ни ветер не гуляет. Значит, кажется. Я не знаю, что это, это не будет, не будет, а не будет. Я не знаю. Радко. Вот такой. Продолжение следует... 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 Ну да, тогда узнаем Миссис Линч, а Элисон давно заходила сюда? Я ее только с утра виду Она мне протянула бумажечку Заходила, позавтракала Оставила листовку, ушла Ясно Пойти, что ли, поискать, посмотреть, как работает Удачи Мне на секунду показалось, что мистер Найт упал А ваши как дела? Неплохо Вы здесь давние жители, да? И годом шустишь его И что вы можете ей рассказать, поведать? Ну, обычно, городок спокойный И что, было в эти полгода пару случаев По-моему, мистер Бонсуи говорил про каких-то британцев нападения А, нет, это вообще, по-моему, какой-то бешеный этот забегал тут, говорил Кавалерист или кто он там? Не знаю, но был случай, в ладони в мою смену Жуть, и как вы отстроились потом? Отстроились А зачем он взорвался? Что он хотел этим добиться? Это было не в мою смену И меня стараются от таких вопросов удержать подачу Годи, отложи мне, пожалуйста, две бумажки Да, хорошо Представляешь? Помнишь, случай, когда Мужик на меня напал И стрелять начал по мне За салоном Вот сейчас Просто так? Я не знаю Ну, я не знаю, может, ему что-то Не понравилось, какие выглядели Он возграбил? Нет, нет Грабил это другой совсем И такое было Да В общем, сейчас Кто-то из этих мужиков мисс Филипс избил Что? Ну, эту, Элисон, которая Элисон Не гадяй Её к врачу повели Я понял Надо Эмилю, что ли, или кому-нибудь сказать А то эти там совсем уже А вы его запомнили в лицо? Может, его фотопортрет надо составить? Нет, я его не помню И сейчас я их не видел, если честно Они, видимо, разбежались, когда её пробили Ну, зашёл Подонки Что интересно? Что? Добрый день Да Лимона А, добрый день Что ли? Перехватил Нет, лимоны попозже Кого ухватил? Лист Лист Нет, я, если что Нет, всё, всё Нашли? Всё хорошо Всё, зашли Всё, зашли Что дальше? Заказывать или как? Ну, да, да Тогда вот Тогда я пошёл за честно Отсюда Одни непривязанные лошади Такой хрен Вы что, как мисс Алисон Играете в желание? Какие салонии? Ну, вчера мисс Алисон ходила с мистером Райтом И играли с что-то вроде бы в желание Вот вы зачем-то зашли в салон Но вроде бы незачем Ну, в итоге я вот зашёл, получается Добрый Мисс Алисон ходила с мистерами Мисс Алисон ходила с мистерами Да, да Важно, я stream, я stream, я не Я stream, я stream Валд Вест Рупи Роди Плей Александр Я извини Да, я не знаю Ха-ха-ха-ха-ха Продолжение следует... 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 А там ведь никто ничего не закрывал в Баклянина, да? Да нет, не закрывал. Она всегда открыта практически. Доброго вечера всем. Министерство не видели? Нет, не видели. Я только что ушел в ту сторону, откуда пришли вы. И он был довольно… какой-то безжизненный, что ли. Да, мне, думаю, стоит его найти. Ох, кошмар. О, зато шпагу нашел. Ох, кошмар. Ах, она тут в полонних потерялась. Так, добрый день. Ничего себе. Неужели их купили все? И это был я? Безобразие. А, нет же, вот же. Шесть штук. Ох. Нет, где? А, верно, верно. Укромного укрыл. А теперь? Чёрно. Я понял. Просто лифт бумаги. Ладно. И вот, очень. И все. Ах. Нет, не забывайте! Ладно. Я не знаю, что это было. А теперь, я не знаю. А теперь, я не знаю. Да, одного хватит. А, всё-таки есть у вас здесь. Так, так. Не понял. Там, здесь. Всяное печенье. Крекер. Так, не понял. Проезжали мои глаза мимо вашего списка. Что я хотел вообще? Соль! Эх. Ладно. нет неладо надо было это уточнить добрый день кот давай собака тоже подходила у нее в зубах была шляпа с красной лентой вот это вот да я у меня упала шляпу я не разглядел если бы я разглядел ту шляпу сразу понял что это ваша сегодня похоже не мой день вы запомнили тех негодяев как они выглядят кстати да нарисовать их портреты чтобы потом разыскивали это алкаши которые стоят за салоном скорее всего я кстати проходила полицейский участок прежде чем найти эллисон там никого не было причем здесь полицейский участок эллисон сказал что встретила их по пути в полицейский участок плате но она за салоном лежала а или за салоном я уже запутался наверное те же говорю что по мне стреляли у меня вот каждый день одно и то же вам надо почаще выходить из церкви может быть осторожнее скользко сейчас я понял я в порядке в целом этот мир становится каким-то абсолютно понятным я как будто бы проживаю уже несколько таких жизней знаете у меня тоже вчера или сегодня сложилось такое впечатление смотря как вам сейчас час еще вот это вот чувство дежавю я вроде бы считал одну книгу словно бы это что-то из прошлой жизни и если я совершаю одни и те же ошибки они у меня всплывают памяти то это довольно печально и проживаю сотни и сотни таких же жизней в таком же городе не общаюсь с разными вариациями вас же как вырваться из подобных кругов пойти поспать вы думаете я знаю того же самого если не чего-то люто другого чего именно это уже знаете другая жизнь практически вот когда спите верите в то что видите но я от этого быстро просыпался понимаешь что раз так значит сон больше не нужен пойдем мне вот как-то приснилась работа ничего я поверил проснулся потом вечером выхожу работа еще не сделала да нет я просто пошел работать но если надо то я думаю они меня обязательно найдут я не то чтобы прям прячусь да точно отчего так что вы потеряли всю радость к жизни кстати один способ без смерти я придумал он скорее нематериальное духовно хотя они отчасти отчасти он материальный рассказ история про вас или меня вы будете увековечены я наверное на втором слове уже потерял нить для понимания я нашел один способ к бессмертию написать рассказ о мне или о вас стоит кого-то попросить из писать наверное неплохая идея и тогда это отчасти будет и материальные духовные бессмертия хотелось бы более как-то материально ходить петь гулять вы понимаете наверное понимаю вы вот возле солны стоите вы чем вы питаетесь вопроса станете не потом как нагуляюсь иду в бакалину покупаю продукты прихожу домой и ну знаете а почему не сегодня я надеюсь домой ну тогда ладно нет никто не обращался меня чаще всего так и одалживали знаете вместе с лопатой что вы думаете по поводу если того чтобы куда-нибудь когда-нибудь пойти и раскопать ну почему бы и нет отлично замерзла но я предложил мистеру беккену найти лопату и он сказал когда найдете тогда и приходите я быть может помогу наверное он меня не понял что лопата должна быть наверное с него иначе какой толк с него если и клад и лопата с меня спасибо вы как мисс анджелайн как я там дела его держи осторожно не обожди можно было тогда и в другую дверь выйти чё это я про мисс анджелайн которая пронесла за вашей спиной а я даже и не заметил ну само собой у вас же нет на затылке глаз кто знает серьезно ну иногда бывает некая способность не знаю завидовать ли или немножко отвратиться ну знаете это достаточно неудобно иногда глаза щекочет почему сразу паук у вас явно глаза не как у мухи я бы хотела немного пройтись и поискать по городу а муха тоже гробовщик серьезно ну нет там стишок какой-то вспомнил это лимон ну да ну да нюхай на здоровье ооо какая-то шутка которую я не понимаю походим если уж не найдем то значит скорее всего дома лежит это к вашему кислому настроению или что москвит правда чтобы было гармонично алло у вас цинга будете да да я не отказываюсь от цитрусовых потому что он у меня как раз цинга москвит 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 я люблю когда кисло отчего это я спросил это к вашему настроению гармонично или почему нет я люблю лимон ну с чем-то с вами схожим я люблю цитрусовый как раз заценки вынужденная любовь что то у вас все плохо а вот мы стараемся он не стоит он не старается а нет это не старый пальто схоже может быть и так я цилиндров во тьме не сразу приметил и седые волосы будьте здоровы вы можете снять эти бинты а то они уже чешутся никто так вчера не согласился да никто не помог самому я не совсем понимаю даже не хорошо я сейчас быстро растянулась и дайте мне потом прийти пожалуйста в себя а что вам поможет прийти в себя кофе шоколад у меня есть шоколад просто лучше не трогайте меня всякими не 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 пойдет по всему не по обоюдному согласен такое себе конечно наверное со мной такое не бывало что ли я не научу вы Все готово, все зажило. Угу. Благодарю, с меня что-то прочитается. Нет, ничего. А вы уверены? Может чашечку спиртного или кофе? Нет, 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 нет. Я забыл вас поблагодарить. Скоропостижно убежал. А за что? За половину лимона. А, да, без проблем. Я думаю, будет честно, если будет баш на баш. Вот, держите. А, да, благодарю. Могу. Могу. Э, в залу, если что. Да, иногда. Я просто его поздам, захочется учиться, да? А вы не пьете? Ммм, крайне редко. А, чего так? Да, и если повод есть. Не знаю, не хочется. Я сам, я помню. А, миссис линч. Могу ли я попросить либо три щепотки соли, либо доготовить вот это? А, а то вчерашний, или позавчерашний эксперимент вышел так себе с мистером Рэйдом. Да, это вчера был. Картошку запечь? Да, да. Классно. Классно. Я не хочу жить и пили. Не хочешь прокуляться? Пойдем пройдемся. О, точно. Несера это. Подумать о своем... Своем... Своем отступке. Все готово. Надо немного подождать. Я не тороплюсь. Я ее покориться спрашиваю. Вот. Материал какой-либо, мне не безразится. Да, что вы... Не стараюсь. Не стараюсь. О чем вы вообще? Моя сеструкер готов. Да, конечно. Не стараюсь. Не стараюсь. Что произошло? Ну, скажи, пожалуйста. Я не знаю. Это же репортаж. Нет, это не репортаж. Мы его родственники... Все в порядке. Все хорошо. Нет, я не верю вам. Я вам не верю. Нагорелся. Вы раньше не так как-то не выглядели. Прошу. Ну, про это слово. А, можно верю. Роджер съел мой ледяный торт. Нет, не верю. Нет, не выглядели. Роджер, зачем ты съел мой торт? Бандер, страшно. Мистер Роджер, пожалуйста, не выглядел. Так. Очень доброй ночи, мистер. Да, за ровно. Че, как дела? Да, нормально. Сегодня Дювале поймали. Дювале? Ага. Никое себе. Так что, все, больше никого без таких нет. Ну, ясно. Ладно. А вот как с бизнесом дела с компанией? Ну, завтра с критикой порта будет. Нет, просто есть на критикой порта. О, это замечательно. Да. А вы же уже официально по бумагам купили. Да. Ягод на дела, не так говорят, будешь сидеть. Кстати, а вы не знаете, что здесь еще можно выкупить? Вот тут слева есть кондитерская. Кто-нибудь ее торгует? Кого? Кондитерская. Слева от вас все аксалу. Или бы он когда-либо уместен. Ну, кто там торгует, не знаю. Ничего не знакомо. Ага. Можно где-то обращаться к кому-нибудь банке, если я захочу выкупить эту кондитерскую. Ну, если она в кредите у кого-то стоит, числят, или она принадлежит банку. Если нет, то начинают договариваться. Ага, я понял. А что, хотите таким заниматься, да, получается? Ну, был бы не против, я довольно падок на сладкое. Смотрите, есть приложение, что вы можете работать на меня, а у меня в моей бокалейной лавке. А я не повар. А вот кого-нибудь бы припрять, чтобы по заказам делали какие-нибудь изысканные сладкие блюда, это было бы замечательно. Ну, у нас есть два повара в городе. Один, честно, ну, не профессионал, а второй профессионал. Можешь с гудилищем договориться, и платить ей, и на тебе будет печь. Если надо, я знаю, рецепт. Я, по-моему, у кого-то... А, я у мисс Элизабет спрашивал на этот счет, можно ли делать сладости или заказы под заказ, ну, в общем, блюдо как-нибудь модернизировать. Смотри, ты можешь, да, договориться с поваром, она будет печь. Ты будешь подавать тебе это в моей бокалейной лавке, мы, бацан, не заподашь. Ммм, я понял, понял. Мне интересно. Если вы хотите есть, войдите в пол. Ну, короче, ты еще подумай, потом подойдешь, если захочешь. К счастью, я умею готовить хоть что-нибудь. Ну, заберу. Метр девяносто на восемьдесят, наоборот, не суть, и черный дуб. Все более-менее нарублено. Я бы вам рекомендовала, когда он поменьше, ну, по-моему, по-моему. Ну, да, ясно приулыбался. О, ну, не строго, здесь же строго. Так, вроде полегчало, но все же не перестанет. Все в порядке, девочки, все хорошо. Управил глаза. Он выпил? Нет, вот честно, он вернул это все, я блин, а ну полегче. Все, я пошла. Все в порядке, все хорошо. Я не верю, подонизируйте. Покупайте газету Blackwater. Газета Blackwater, лучшие новости. Все вообще плохо, наверное. Ну, обязательно, когда-нибудь куплю лучшую газету Blackwater. Очень рекомендую последний выпуск Мистера Райда, потому что там есть... Там есть Мистер Райт. И вы. Да, спасибо. А я там что забыл? По его заказу. Выпить. А что, в смысле? Портрет. Портрет? Чей? Всех жителей Blackwater, которые были довольно разговорчивы. С Роджером как же хотел поговорить с нами. Ну, таких как мы с вами, как вот леди Филипса. Роджер хотел с нами поговорить. А, Райд, давайте ближе к делу, что там было написано. Да какой портрет? Меня не было ни на каком портрете. Я вас рисовал. Вы меня рисовали? Да. А, ну ладно. Надо было, как с мистером Полом, пририсовать вам усы и бородку. Блин, а интересно, как бы я выглядел. Не по-моему. Ну, увы, извиняюсь. Видимо, не в этот раз. Могу сделать на заказ новый, отдельно. Да не, я ещё успею себя отрастить. А, я думал, с этим какие-то, может, родовые проблемы, может, в роду не было, не росло. Да, не знаю, росло ли у них, но у меня вполне себе растёт. Понятно. У вас вот вообще растёт хорошо, я посмотрю. Ага. Представляете, гнусный енот, пока я был пьян возле своего корабля, загрыз у меня чудную бороду, которую заказал мистер По. Она такая, с двумя косичками. Ага. Я, когда обнимал вот этого предателя, я даже не подумал, что с утра я не обнаружу на лице свою чудную бороду, которую так долго отращивал. Это была борода на заказ? Нет, это была... Сколько? Пять? Два... Ладно. Два года я её отращивал. Это не хухры-мухры. Да-да-да, два года отращивать. Равнять, отращивать, заплесать, вот это вот. Да хрен его знает, никогда не носил бороду. Подлый енот. Мне предложили его найти, и я подобного ему и казнить, но я подумал, ну... Знаете, это как-то неправильно. Одного енота за другим. Он же не виноват, что другой так сделал. А того найти, скорее всего, не удастся. А если бы и нашёл, то не думаю, что бы я всё равно его убивал. Ну, борода всё-таки, борода обидна, но отрастёт. Это правильно, это правильно. В крайней мере, два года не стоит там... Сколько там енот их живут? Ну, короче, не стоит. Ну да. Жизнь енота ничуть не менее ценна, чем жизнь любого другого животного или человека. Кстати, человек же тоже животное. Некоторые не забывают об этом. Ну, мы же не насекомые, Ну да, они насекомые. Удивительно, кстати. Вы думаете, было бы интереснее или лучше, если бы мы были насекомыми? А, ну, не знаю, там... Как бы мы назвались, ни гуманоиды, ни... Анжелин, не бой сигаретки. Человек разумный. Последнее истратило. Как это? Инсектус? Хомоинсектус? Или как? Звучит как-то очень пошло. Возможно. Иногда такое бывает с латынью. Надо бы научить латынь манеру. Да, ну тут точно все кахает и всякие. Понимаешь, у вас это не выйдет. Этот язык считается мертвым. Ну, иногда и мертвым можно научить. Правда? А, ну-ка, посоветуй. Конечно. Ну... Что я могу посоветовать? Это, знаете, такое... Тайное знание. Которое передается от одного могильщика к другому. Волка. Это же невероятно. Это же невероятно. Вот и я так думаю. Ну, вот так же я и говорю, что можно мертвого чему-то научить. Я даже не шучу. Да-да. Да-да. Некоторые люди словно магниты. Они словно притягиваются и отталкиваются. Какие-то, наверное, у них недомолвки. Ну, кто знает, кто знает. Я вот не знаю. Ну да. Не все не всем знать. Мы о людях. Вот мистер Грейвс предположил, что бы было, если бы мы были не животные, а насекомые. Да, Бенджамин знает вполне себе. Он это червяком может становиться. А, я видел, да. Не понял я вообще. Вы о чем? Ну, это там дела минувших лет, не берите в голову. Извиняюсь. Такое бывает. Мистер Грейд, домой не хотите? Нет. Нет, хорошо, подышим еще воздухом. А вы что хотите, его как полицейские загонять домой? Что? Нет, мы просто интересуемся. Как ваше самочувствие после этих негодяев? И что вы думаете с новой шляпой? Приобретать или искать старую? Вон была старая дорога. Так она же на мне вроде. А, вы уже нашли? Да. Никогда мне больше так не пугай. Что в смысле? Ну, я переживаю. За что? За кого вы переживали? За что? Ну, я приехал в город, и капитан сказал, что... За тебя. За тебя. Да, мне сказали, что в салоне вас. Мистер Пол Линч сказал, что на вас напали негодяи. А потом собака... Все хорошо, правда. Мне... Правда, все в порядке. Мне уже получше. Вот. И... И... Мне просто нужно чуть-чуть поспать, и тогда... Я немножко... И тогда будет хорошо. Ой, сейчас не понял. Сегодня, на удивление, хорошая погода. Да. Хорошая погода. Дождя нет. С утра был. Но, как только я вышел из палатки, он моментально закончился. На моего удивления. Как по команде. Что-то я хотел спросить, а Эдисон, ты листовки раздала? О, к сожалению, мы не успели все раздать, так как у меня произошел этот не очень приятный инцидент. Казусно. Простите. Кому-то еще не давали с ним. На столбах-то их не клеила? Я клеила, я приклеила на конюшню снаружи и напротив конюшни на столб. Ну, а вы на доску объявлений положили, ну, приклеите? Кстати, нет. Полицейским мы участком были. О, да. Покрашешки, дужка. Там информацию можно узнать. Сейчас постараюсь. Слышу. Пойдем? А с нами не пойдете? Пошли. Кто такие остальные? Кто, чтобы уж не... Вся здесь присутствующая, кто слышит. Закрою сейчас. Я уже закрыл. Осмелюсь вас сопроводить, потому что я бы подошел к колонке набрать воды. О, хорошо. Да, что-то мистер Райт какой-то пустой. Думаю, ой, ну и... Только заговорили о хорошей погоде, и она начинает крутиться. Вы уже слышите дождь? Или меня подводят душу? Громбл. Да. Громбл. Как-то я его упустила в этот момент. Мы задумались о чем-то своем. Бывает иногда, да. Как у вас день прошел? Превосходно, вроде бы. Меня никто, к сожалению, вместо вас не поколотил. О, не надо так говорить. То есть, у меня не проблема дать отпор. Я теперь просто буду знать, что сразу к трех человекам я не буду подходить. Кажется, я знаю этих негодяев. Одну минуточку. Колонка. Да? Да, тут недалеко пойдем. Я пока, пожалуй, подойду. А то с таким черепашьим шагом я так буду все наше идти. Мистер Синклер, а вы с этими конями, которые повсюду здесь якшают непривязанные, разобрались? То мне сказали, что лучше не стоит их пытаться привязывать, иначе что-нибудь нехорошее могут обвинить. Если что, если они будут прям мешать, то мы разберемся, а так, если их сами не привязывают к хозяеву, то... Стоял по средней дороге и мешал проезду всем. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Смогла все раздать. Да ни в чем не виновата, так что не волнуйся. Вернемся обратно или как? Думаю, стоит потихоньку пойти домой. Хотя, я... Ну, ладно, мистер Райта не хочет, кажется, еще спать. Давай тогда потихоньку домой пойти. Да. Хотя было бы неплохо за ним присмотреть. Ну, давай вернемся, посмотрим, как он. Да, сейчас. Сейчас. Чувствую, она уже убежит куда-нибудь пока. Пока я дотолкну до него. О, мист, дошел. Добрый вечер. Добрый. Кажется, она тоже не очень силы. Я бы не распространял саму ее проблемы, но она не менее... нерадужна, чем ваша. Я поняла. Хорошо, тогда лучше ее не беспокоиться лишний раз. Эти джентльмены похожи немного на тех, кто меня избивал. Эти? Где? Вот они, да. Немного похожи. Эти? Да. Муж оказался... Уверенным. Я все поняла. Вот как с тобой общаться? Добрый вечер, мистер Ултер. А вам передали листовку? Не знаю про листовку. О. Что за листовка? Сейчас, минутку, да. А, это, это я в курсе. Уже видал, и с... О, тогда вам не нужна листовка, ладно. Да, что-то в этом роде. Ну, в общем, приходите завтра, если будет возможность. Да, конечно, благодарю. Хорошо, ладно, тогда поедем дальше. Всего доброго. Вроде бы праздник завтра празднуть сегодня. Да, до скорого дня? Она не пьяная. А что произошло-то? Ох, блин. Вы уже выпили. А, да. Вы услышали? Я особо не хотел громко это говорить. Не страшно. Ну, вы вроде... Ну, слушайте, поваливаете. У вас фляга в руках, и там явно не вода просто. Нет, здесь сейчас как раз вода. Почему? Не всегда. Извини, что-то заговорить. Не надо так говорить о капитане. Он не какой-то там пьянчуга. Тем более, вот, вчера мы плавали на лодке, и был совсем резвый вроде как. Да, по крайней мере... Стекла как резвушка, как говорится, мистер Райта. Да. А, не видели мистер Райта? Нет. А что с вашим лицом? Мистер Линч, что случилось? А что сегодня за день? Нашли человека, который вас, мисс Филиппс, побил. О, да? Ух ты. И дальнейшая его судьба в полицию везет. А, в клетке. О, как замечательно. Хоть приятно судьба. Восторжествовала. Жаль только, что вы пострадали. Да ничего, она-то как девка белая, простите. Ой, ходили, искали его из-за меня. Нет, мы просто проходили мимо, и я решил спросить, видели ли эти мужики кого-нибудь, кто девушку избил сегодня. Он говорит. Ну, допустим, это был я, и что? Ну и напал на меня. О, какой ужас. Ужас. Да ничего ужасного, зато нашли. Благодарю, что помогли. Да, спасибо. О, и мистер Синклер. Как его арестовали? Да, да, да. А, сейчас... Да, мистер Линч сказал, что вроде поймали одного человека, который меня побил, или вы не в косе, ой. А, он вас побил? Да, я... Куда нам привезли вон, какого-то... Оу. Ясно. Ну, вот это он был, он сам признался. Мм. Кстати, мистер Райты не видели? Последить, значит. Мистер Райты, он в той стороне. А, вон он. Оу. Какого-то... Низя, мы-то подошли. Ой. А мы вас потеряли. Да, сможете? А, хотя, как вы обработаете, по... Чё, да не, всё нормально, я умоюсь, и всё хорошо со мной будет. Пойду умоюсь, кстати. Пошу прощения. А, точно. Давайте отойдём немного. Да. Да, всё надо, чтобы вы упали в обморок. Ну, как он живой, он уже лучше. Да, получше. Но такое с памяти не сотраж. Ну, я сейчас сразу вспомнила. Я сейчас подумали по поводу этой помощи, поводить весьма-то положительно или отрицательно ответить. Всем хорошей ночи. Офига. Видимо... Не знаю, конечно, как у тебя представление о таких вещах, но люди не могут так делать, когда они друг друга ни хрена не знают. Да, вы не ставились в хозяйство. Мир, хоть такие вещи говорите, да? Да вы о чём? Неважно. Это же не твоё дело, зачем тут лезешь? Это разговор вообще не для толпы. Прошу прощения, если раз говорю. Ох, похоже, сегодня не мой день. Похоже, сегодня не чай-день, потому что... Всяра немножко пострадали. За исключением меня. Видимо, из-за того, что я поздно встал. Ну, зато хоть у вас всё хорошо, это главное. И завтра день будет лучше, чем сегодня и вчера. Мне кажется, я не могу сильно пострадать, потому что у меня особо ничего нет. Понятно. На каком-то месте это хорошо, что ничего нет. Отшелось, пусть ничего не будет, чем если что-то плохое. Элис, Рэйт. Правильно я вам мысли дал, Элисон. Берегите их. Что? Ну, правильно я вам мысли дал. Да. Да, вы... Вы же такой мудрый человек. Всегда следил. Сверху, гольте подняты головой, и я, кстати, сойду с дорожки, пожалуй. Ты что не так, не старай. Это не объяснить словами. Это, ну, как сказать, это сильнее, это чувство, эмоции, это, ну, терзание душевное, чувство вины. За что? За кого? Чувство неопределенности, неизвестности, угнетение, самолечивание. Чувство неопределенности. Я понял, какое чувство неопределенности. Это давление, понимаете? Понимаю. Вам надо просто расслабиться и понять, что... Вы это вы, и от остальных вы независимы. Да? Капитан все правильно говорит. Не знаю, как бы мы ни старались быть таким, не как все, рано или поздно, человеческая природа все равно победит. Не надо стараться быть не как все, можно быть не как все, если это уютно. Не надо брать, что какой бы человек ни был уникальным, он все равно поступает так же, как остальные люди. Не совсем понимаю, есть примеры. Да, например, любой человек говорит, что он не эгоист, но он эгоист, потому что он делает все ради собственных желаний. Вот, например, он хочет помочь человеку, так это эгоизм, потому что он этого хочет. Мне кажется, далеко не каждый готов просто всегда говорить, что он не эгоист. Я знаю много джентльменов и лядей, которые точно скажут, что они эгоисты напрямую. Да, мы все эгоисты по-своему. Не эгоизм. Альтруизм, в смысле? Нет, это самопожертвование. Ну а альтруизм, это разве не оно же? Блин, это альтруизм, это... Кришек героизм. Для меня альтруизм, это просто, кстати, ну, душевный парик, да? Но он тоже эгоистичный. Помогать другим, ну, может ради разных целей. Ради того, чтобы самому успокоиться, да? Совести, чтобы не было. Ну, совесть, чтобы не давило. Или, например... Помоха, никому ведь от этого не дурно. Человек, которому он помог, и человек, который помог, все получают воведу. Все выигрыши. По-моему, это не истинно. За этим кроются достаточно такие примитивные мотивы. Ну и что, если даже так? Разве это плохо? Вы хотите дать обществу больше времени, или вы боитесь, сколько бы ему времени не дали, они все равно будут столь же примитивны? Нет, они будут скатываться к примитивному. Они не будут примитивны, они будут развиваться. Но какие-то мироды времени, они все равно будут, как сказать, уничтожать друг друга. Не будет распри, у них будут конфликты. Ой-ой. Паландра. О, собака. Собака. Да, она милая. А у вас тоже не кусали, да? А, так это я у вас уже спрашивал. О, не совсем я. Вы что-то хотели? Нет, просто... Да, ваш уж собач. Чья она? Что такое, она на вас нападает? Пусть этот черт ее усмирит, уберет. Элизабет, пожалуйста, прогони ее. Иди палку. Боже. Хочется, мне нервов ужина на сегодня. Хорошая собака. Элизабет, пожалуйста, прогони ее. Я не могу. Я ненадолго получусь. Мне нужно лагерь, и мне нужно сделать мази. А то есть вот столько побитых сегодня, что... Да, лучше запастись большой такой баночкой. Мало ли. Шахов нет, ну вот. Так. Вот. Так, вот. Я убежала, убежала. О, слава богу, убежала. Блин, вот у вас собака. Это вы собака. Это хорошая собака, что вы. Не говори так. Они на тебя не нападали. Вот ты так и говоришь. Вот. Лучше кошки, да? Мистер Райт, а вот вы кого больше любите, собак или кошек? Попугаев. А, попугаев? Здорово. Они миленькие. И вроде их можно даже научить разговаривать. Слышала. Не знаю, животные намного лучше людей. Они верные и добрые. Я же говорю, люди тоже животные. Да. Значит, самые противные. Самые социальные. Просто, да, мы более социальные и разумные. У нас самый развитый язык общения между друг другом. Да. Мы как муравьи, но не столь слаженные и самопожертвованные. Опять погода испортилась. У природы нет плохой погоды. Да, вы это тоже говорили. Первая такая сушь. Как это? У меня уже второй раз. А Элизабет же тогда не был, вы говорили, когда мы вводим плавные налоги. Никто в обществе не употреблял таких фраз? Я такой, по крайней мере, не помню. Нет, вы вчера же говорили. Да, я помню. Да, я помню. Но просто Элизабет, получается, никто из общества не употреблял таких фраз. Она и говорила, что не слышала. Странно. Элиса, ты запуталась. Я запуталась, да. Кстати, а как там миссис Токер? Она возвращается? Элизабет должна со дня на день приехать. Надеюсь, завтра уже будет в городе. Это хорошо. Соскучилась я совсем по ней. Давно же не видела. Да, надеюсь, скоро она прибудет. Приедет она. Приедет. Нет, я ее выгнал. Я выгнал и Адет. Я выгнал и Моррисонов. Мистер Айт, вы никого не выгоняли. Они сами уехали по своим обстоятельствам. Я их раздожал. Мистер Айт, подумайся оборуженно. Мистер Айт, но свет клином не сошелся. Вокруг вас солнечная система не вертится. Да, вы тут ни при чем. Теперь они уехали несчастливы. Вы считаете, вы пристали магнит для несчастья, которое передает это другие? Поэтому со мной не надо общаться. Элисон, Элизабет, сторонитесь меня. В смысле? Ну, как же нам... А вы накручиваете лишнего. Да. Мистер Айт, вы, может, просто немного устали? Подумайте о мороженое. Что это смешного, Эмиль? Я в этом смешного ничего не вижу. Никто не смеялся. Мистер Айт, я не смеялся. Мистер Айт, вы только у себя накручиваете всякое дешнее. Вот это смешно. А мне это не смешно, Эмиль. Ну, так и не смейтесь, в чем проблема. Я вот и не смеюсь. Я зол очень. Мистер Синклер, мне кажется, у вас дела какие-то еще не закончены. А, нет, смена я закончил как раз-таки. А мне кажется, у вас еще какие-то дела остались. А, с одной муазель. Какие-нибудь, возможно, есть домашние дела. Да нет, домашние дела. Да нет, вы как-то вспомнить не могу, никаких дел. Мистер Айт, давайте прогуляемся немного. Или вы еще хотите посидеть? Я еще посижу и подумаю. Хорошо, посидите, подумайте. Подумайте о мороженое. Мистер Айт, так, подожди. Мистер Айт, если хотите, мы уйдем, если мы раздражаем вас. Вы меня не раздражаете. Чего вы хотите вообще? Мистер Айт, это французский, знаете, он довольно занимательный. У них много чего. Ну, просто немножко каратарин. Нет, он про Мисс Анджелин. Ой, господи, нет. Американцы. Нет, не обращайте внимания, опять леса запуталась. Возможно, да. Ворона? Да. Это к тебе. Что? Какая ворона? Разве ты? О, он бы за ней ящик. Ворона. Интересно, почему тут сидит ворона? Привет. Ты ко мне снова? А что это ворона из реки? А что за ворона? Что в ней такого особенного? Обычная ворона. Ворона из реки. Ну, мы ходили на речку. Ворона в этом ведерке, как на мачте, знаете? А, вы не знаете. Это, по-моему, на тазик больше похоже, а не ведерка. Там тоже, наверное, похоже на тазик. И тоже называется воронье гнездо. Собственно, ворона села в гнездо. Только это не корабль. Ничего себе. Видимо, Вильшопыч подумал, что ведро для него подходящее гнездо. А, она просто кушает. Это, наверное, я накрышу волкой. Мистер Найт, вы нюничаете из-за чего-то? А, Мистер Найт, вы так довольно нервные дышите. Я вспомнил то. Хорошо. Прием, что вы учили. Спокойно. Вдох, выдох. Да, да, да. С определенной интонацией. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я неделю не принимал лекарства. Уходите, пожалуйста. Ну, вообще-то, я понимаю, что... Мистер Райд, а у кого вы лекарства? Нет, я принимал лекарства в прошлое. А у кого вы обычно лекарства приведете? Давайте мы его возьмем и у меня есть лекарства, если она нужна. О, мисс Квинсли, да, не могли бы дать лекарства. Ну, пока я могу это контролировать, скоро я это контролировать не смогу. Блядь! А что, Элисон, вот что-то идея. Не, мне кажется, он просто... После сегодняшних событий, наверное, просто... В шоке с них, поэтому так себя ведет. Просто, видимо, немножко перенемничала. Вот, да. Кукуруза, блядь. И все едите кукурузу, вы кукурузники. Полтора-долго с нас. Элизабет, может, заплатить и передать лекарства Мистера Райда? Так у Мистера Райда лекарства же есть, он уже покупал вроде. Ну, а может, потерял по дороге? Ну, кстати, да. Да, у Райда 50 центов. Мне нужны наркотики. Нет, вам нужно просто обычное лекарство, оно поможет вам. Может, вы сами ему в колече? Человек. Они вас обманывают, Анжели, они вас обманывают. Никто ничего не было. Не поняла. Ну, они под ногами пошутить решили. И, на всякий случай, мисс Анжелин. Тут есть морфия, мне можно срочно вколоть. Ну, я знаю. Вспушки Аккассии были? Ну, вообще, пока. Влоди пока нет, но... Гробое высказывание Мата читается о спуске агрессии. Ну, да, но сейчас стало то, что он не очень в хорошем настроении. Завалите ебало, капитана. Мистер Райка, хорошо, что-то говорите. Мистер Капитан, он вам ничего плохого не сделал. Он беспокоится. Да я, блядь, знаю это. Мисс Филипс, руку сейчас не в состоянии. Мисс Филипс, руку сейчас не в состоянии. Мисс Филипс, пройдемте в аптеку. Мисс Филипс, дали суприт с парфином. Давайте, мистер аптеку, там мы вам поможем. Возьмите. И будьте уже как новенький. А то я не смогу ему вколоть. Да ладно, чего вы, так это, все нормально. Давай в аптеку, да, это пошли. Мистер Синклер, мы разберемся без вас, пожалуйста. Мороженое, что такое? Тут достаточно людей, чтобы помочь мистеру Райка, пожалуйста. В свой раз это не очень хорошо закончилось. Вообще передавать люди. Поэтому я, пожалуйста, хожу вместе в аптеку. Не врачам это вообще не очень хорошо, но... Мисс Филипс, пройдемте в аптеку, пожалуйста. Вишны вы такие вообще. Можно, чтобы как пушарство получилось. Смешно, это ведь хорошо. Когда смешно, когда весело. Как полумесяц в июле. И чем теперь? Стоп, выпили алкоголь, нельзя. Малфин, нельзя смешивать алкоголем. А сколько? А сколько у меня? Уже только, видимо, завтра. Так, а что будет, если смешать? Я не знаю, что делать. Мисс Анджелин. Завтра колет все тогда. Ну, бывает, Райка. Если можно использовать вместо марфина, чтобы помочь ему сейчас. Успокоивающий отвар. Так, а отвары? Ну, не было назначено. Как день почвала. А то вы работали у меня. А если отвары у нас с тобой есть? А то, может быть, у моих препаратов помогут. У меня есть даже отвары. У нас было назначено. Успокоительные отвары, а пары еще отвары. Успокоительные отвары. О, ладно же. Еще и дальше. не понял а что так плохо опять это место какое-то проклятое или что безобразие у меня опять на этом же месте что глаза медленнее видеть стали это не со зла честное слово вы главное не забывайте то о чем мы с вами разговаривали да да там опыт соблюдать рекомендации я надеюсь я по максимуму помогла чем смогла да конечно вы нам очень помогли да без вас мы бы не справились мне очень жаль что я более не могу его отслеживать это уже заходит из моих профессиональных навыков от вас не просим что-то сверх нечеловеческого поэтому не переживайте да понимает знаете мне самой немного не хорошо после того общения с мистером райта вы его боитесь что-то как-то немножко не по себе знаете у меня бывали у меня бывали разные случаи разные пациенты но чтобы такие вещи и с различных направленностей психотерапии очень странное сочетание и на самом деле что там не я не ожидал вас здесь всех встретить о боже о о так уделаться можно что с вами не так добрый день можно пожалуй все 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 что я думаю доброй ночи всем добрый ночь к слову капитан уже есть это оружие есть я же вам показывал вот и мой ножки да все могли бы вы как-то полпути пройти со мной буквально до кладбища там это псина какая-то там слюна все и все дела если аккуратнее это мера предосторожности я попробую я этот шоколадом откупился я думаю ну по крайней мере надеюсь что она ушла как в целом вас этот вечер прошел замечательно только вот концу дня что как-то как в первый день когда пришел глаза словно любить начали словно медленнее стал видеть и немножко себя ощущать словно бы раньше было на 60 процентов и сейчас как-то словно почти на 25 интересно уже смыслите в процентах я правда не понимает чуму да вроде бы два или три дня и сколько это в общем нормально все было сегодня в тот же в то же место вернулся словно место какое-то не такое что в нем такого может быть чтобы она за собой влекло последствия на столь долгие сроки ты мне это кажется просто из-за того что вы в одно и то же место ходите может быть просто вот возле бакалеки сегодня опять стоял первый день когда сюда прибыл и вот что-то как-то немного не очень но я думаю это поправимо легко главное призадуматься может этот есть тот кто души лечит я думаю на можно как это вам поможет не знаю она вряд ли но мне просто надо призадуматься о чем же будет думка а просто словно бы глазами воркнуть если вы понимаете ну да да обдумать все что произошло что ж мне кажется тут она все-таки убежал это собака нет это в этом доме есть собака я очень благодарен если вас ждут дела то вот я уже дальше сам я лучше убежусь что вы в целости и в порядке потому что если что мы благодарю а другая стоит денег а у вас она предлагается с компанией более выгодный вариант что ж всего доброго благодарен да всего доброго хорошего вам ночи где-то тут отхожее место да ты шутишь нет а приемлемо приемлемая есть ладно сойдет для сельской сельской местности чуя там опять лагает кто виноватый текст в Rogers и текст и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пуля, куда-куда? Тихо! Вас научить плавать, чтобы вы не боялись воды, или что? Нет, не надо. Вы боитесь и рыб, медуз, актиний. Нет, нет. Крабы. Это всё съедобно международно. Вроде бы еду не боятся. Ну, может быть, съедобно. Я никогда не забралась на глубину, и, знаете, успокойно живу. Что у вас сегодня целый день так бывает? Это... Какое-что несъедобное. И от этого у вас вселился страх? Не та, чтобы страх. Ну, как-то мне... Как-то мне не по себе стало, знаете. Не та, чтобы меня как-то... Дерзенько посмотрели на мистера Райта. Потом, словно, вас вытошнило. Потом вы испугались мистера Грейвса. Ау, эх, этот подкрадается. Незаметно. Тихий. Потом вы сторонились мистера Райта. Не падайте. Как вы вообще в седле держитесь? Я... Могли еще в нее пальнуть. Ногами? Мудро, мудро. Бутылку. А, ой, сейчас траве уже не найдешь. Поднять и подбросить? Эээ, нет, не надо. Вас так волнует мое состояние. Почему? Интересно. Ну, вы сейчас здесь. Я сейчас здесь. Вы полны любопытства. А чего нет? Все любопытное может стать... Чем-то... Смертельным. Даже так? Это угроза. Бывает, знаете... О, не, что... Нет. Что сказали? Последний путь? Нет. Куда ли? Нет. Понятно, я не собираюсь в последний путь. Путь. Могу ли я послушать ваши мысли? Насколько близко к вам надо было, чтобы услышать те голоса, с которыми вы сейчас разговариваете? Ээээ... Удивительно видеть, что у доктора есть ворох своих проблем, с которыми она сама борется, вроде как. Зачем мне падать в скале? Нет, я не упаду в скале. Ну, я вас придерживаю, поэтому... Это будет труднее. Если только дружно. Я в таких условиях училась в верховой езде, что... Все... Все в порядке. Вы на месте? Я на месте. Держался одной рукой за вас, и одну руку за... Этот... Вроде я на месте. Я даже не заметила, что ваша трерка тут. Кто? Эээ... Ну... Эээ... Сабути. Мне становится очень трудно вас понять. Наверное, надо накатить, чтобы быть на вашем... На вашей волне. А у вас есть что накатить? Да, тут же самый ром, которым вы... Настолько от себя довели. Ну, давайте поближе к вашей... Эээ... К вашей любимой воде. Проверим все. Там, кажется, что-то... Поблескивает. Что-то, кажется, это... Довольно жилое место. Чье-то жилое место. Пулик, пусть тебя несет, куда несет. Только не убей нас, я тебя прошу. О, как тут красиво. Смотрите, какие деревья. Эээ? И главное сейчас с лбом, а ветку никакую не шарахнуться. Пулик, куда ты? Пулик! Кажется, он решил познакомиться с кабаном. Пулик, давай мы отсюда вылезем. Пожалуйста. Вот это замечательно. Вот, куда-нибудь на лужайку. Вот так. Аккуратно. По-моему, было довольно мягко. Тут, кажется, мокрая почва. Свежая. Не то, чтобы прям сильно мокрая. Хотя да, был дождь. Чувствуете этот запах? Травы? Воды? Зеленая трава после дождя. Кажется, пахнет лягушками. Или мне кажется? И как они пахнут? А, как болото. Так это болото, а не лягушки. Ну, я точно слышу лягушек. А я лишь плечик. Нет, вот там, кажется, где-то с левой стороны квакают. Попа. Попа. Как они это делают? Не наблюдал особенно за ним. Попа. 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 Поп. я не расслышала ничего не говорил а это я не вам с этого ракурса не наблюдая вашей головы вам стоит лишь повернуться дарим не встать куда я у меня словно моя отбросила больше вы так не делаете то у меня было еще ощущение что мне что-то не так с головой мне кажется вы недалеки от истины я очень близко что-то Тут твёрденько. Само собой, это же камень. А вдруг он мягкий, он нас обманывает? Если бы это был мягкий камень, это был бы, наверное, медведь. Вы не слышите это квакния со всех сторон? Конечно слышу, справа. А мне кажется, со всех сторон. Субтитры делал DimaTorzok Да, ну что-то вода. Так, а что у вас за проблемы с водой? У меня с ней нет проблем. А то у неё сомные проблемы, и она меня не любит. Она нейтральна. Это же вода. Она ещё и убить может. Наверное, что может. Всего на связи теперь бояться? Ну, деревья меня пока что убить не пытались. Я не вижу смысла их бояться. Я абсолютно точно помню, как одного лесоруба раздавило свёже спиленное другое дерево. Так что деревья без проблем могут убить. Ещё помню, как свинью придавила ветка. Ну, я только уже нашёл труп и догадался, что произошло. Ударила молния, отколола эту ветку. Свинья конец. Бедная свинья. Наверное, вкусная была. Нет, она уже была до таких степеней, что о вкусах не шла речь. Да, да. Если кто-то её и вкусил, то это был не я. Ясно. Нет, у меня странное настроение сегодня означает. Я заметил. Оно у вас вообще довольно извинчиво. Как вода. А вы её боитесь. У вас много общего? Как вы можете это говорить? Что не так? Наш мир полон воды. Вода внутри, вода в вине, вода в роме. Вода дождь. В моём сердце. Да, кровь. Всё та же вода. Замечательно, замечательно. Эй, плывая в воде, поаплодируешь, что-то делаешь. Что-то у меня звенит в ушах. Я, извините, не могу это услышать. Никаким образом не могу это услышать. Смех. Я слышу, какой-то смех. Сама собой, нет. Кони не ржут. Вы, вроде бы, не смеётесь. Я... Да. Я, кажется... Схожу с ума. Насколько сильно? На самом деле... Сама не знаю, насколько это сильно. Да, нет. Нет, не схожу с ума. Нет, ничего дурного в безумстве. В безумстве можно найти новое. Что недоступно остальным. Вы уверены? Нет. Мне кажется... Я ни в чём не уверен. Только делю-ка... Своих... Размышлениях. Эмеш, чем вы с ними разговариваете? Спорите? Угрожаете? Боитесь их? Да нет. У них одно имя или разное? Я... Я никогда не спрашивала, как их зовут. А они никогда не представлялись. Наверное, у них вообще одно имя. Вы. Вы думаете? Предполагаю. Я? Так, это нехорошо. Вы слышите пуму? Я вижу пуму. Живо на камень. Живо на камень. Вы видите её? Она смотрит на нас. Эм... У меня всего одна пуля. А если она подойдёт, я думаю, вам стоит ей прямо в голову целиться. Настолько метко, насколько вы можете в своём состоянии. У меня, наверное, на скидку, так, патронов 15. На неё хватит. Я думаю, её стоит сейчас. Спуганом потом. Потому что, если ещё ближе, будет хуже нам. Пошла отсюда. В лесу. Не знаю, стреляла куда-то... Куда-то в кусты. Досадно. А вы на сколько метко и стреляли? Эй, пулик! О, а это ещё более досадно. Но... Потерять жизнь куда досаднее, чем пулика. Я... Обычно, когда... Пулик? Я толкаюсь. Я обычно, когда... Не выпила, я обычно... Противметка. На следующий раз я бы... Предложил вам... Не настаиваю. Передайте револьвер мне. А, это револьвер. Тогда не стоит. Да. Вы не слышите больше? Пока не вижу неслышанное. Так, можно быть наготове. Кажется, она направилась куда-то направо. Может, мы быстренько... Я, кажется, её вижу. Она возле камня. Где? Под деревом. Вот там? Там. Он прям... Прям там. Дальнее дерево. Было. Там. Ага. Видно. Не знаю. Я за костами ни черта не вижу. Вы дальше собираетесь тут бояться её? Поехали правее. Вот там. Кто за поводью? Быстрее. Она за нами. Она абсолютно точно нас пытается догнать. Тогда вот его. Мне этого удаётся. А, вы думаете... Может, отвлечётся? Нет. Ей мы явно интересней. Она решила мстить. Мы от неё оторвались. Но я думаю, она ещё найдёт нас. Не знаю. В город. Поляк, что с тобой? Ему дурно. Остал? Оф. Я, кажется, протрезвела. Неужели... Дикие кошки мстительны? Не знаю. Они не менее разумны, чем люди. Почти. Чем больше животное, тем больше ума. Бедный. Надо бы тебе что-нибудь дать пожелать. Я бы тоже перекусил. И, собственно. Я думаю, стоит повезти его в поводу. Иначе он прям тут рухнет. Не мешаю. Умничка, полик. Я действительно протрезвела. Руки дрожат сильнее обычного. Чем из похмелья. Я в порядке. Тихо. Под копыта-то не патайте. А, тут чатко сты. А, тут чатко сты. А, тут чатко сты. Кош. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ага, я бы съела баночку... Ну, горошко, например... Пожалуй, вот эту вот морковку, чтобы очище, я даже сама слабая... Не в ту сторону... Мне лошадь сказала, что... Не помешает перекур... Пожалуй, я соглашусь... Весьма... Занимательна... Продолжение следует... Продолжение следует... И все, держи... Что, забавляет? Ну да, бывает... А это мы в сумочку уберем... Да... Денег становится... Негосто... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... Ну и ладно... Пожалуй... Что бы я сейчас сделала... Точно... Перекур... Пулич... Конечно... Ну вот да... Куда... Куда я бы ушел... Ох... Вот здесь не капает... Что? А дождя не было? Эээ... Да вот же он... Начало капать... А, действительно... Мне кажется... Или у вас... На шее какая-то ленточка... На шее какая-то ленточка... Кажется... Вроде моей... Кажется... Да? Ну ладно... Может мне сигареты... Да блин... Чё-то корябь... Во... Во... А что с вами прекратилось? Вот эти голоса, они давно с вами? Да, давненькая, лет семнадцати. А вам сколько? Разве это прилично, спрашиваете ли? Да. Двадцать пять. Я не спрашивал, вы сами назвали. Я уже всё... Ничего страшного. Всё превосходно. Всё превосходно. Всё превосходно. Всё превосходно. В воздухе повисло какое-то неловкое молчание. Я просто... Я просто... Я просто думаю... Стоит ли мне... Немного потратиться... И тогда... Голоса уйдут. Серьёзно? Это так работает? Да... Да... Ну, мне будет так скучно. А, вы к ним настолько привыкли, что без них вас будет одолевать скук? Даже в обществе? Да... 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 Иногда общество настолько... Настолько скудно, что... Мне проще... Мне проще... Находиться... В сырьём... В маленьком мире. Стоит ли на такой фразы... Разве тут узко? Довольно тясненько. Но я не против. Ну, ладно. Они кричат, что они хотят жить. А кто их убивает? Вот эта штука, что у меня в руке. Жут. Да какая моя семья? Ну... Ну, неужели это такой плохой поступок? Честно, я не разбираюсь, насколько это дурно или не очень. Скажу лишь это довольно занимательно. Ай! Им дурно, когда становится... Вы курите самокрутки? Это... Шосей. Вам нужны вот эти... Да, мне его не хватает. Да? Они приходят. А под шалфеем у вас есть над ними контроль? Боже, какой крик! Вы не обсуждали это с мисс Анжел? Может, вам... Докторам есть о чем между другом посекретничать? Так как она относится к пациентам, я ей не доверяю. Она разве дурно с ними обхотится? Извините, я боролась с криками в своей голове. Что вы сказали? Ну, наверное, не важно. Я лишь говорил, может, она дурно общается с пациентами, я этого не заметил. Такое ощущение, словно бы вы их прижигали этой сигаретой. Поверьте, крики были примерно такими же. Они закончатся, как только я эту самократку докурю. Вот, я их и не знаю. Они просят шить... Это, получается, каждый раз новые, что ли? Если это их уничтожает... Это, получается, каждый раз новое, что ли? Нет, это их не убивает совсем, только на время задушает. Через день они с новой силой начинают кричать, они хотят вашу треуголку. Эй, что это даст? Или вам? Не знаю, мне не надо. Подождите, а если я бы всё-таки её вам дал, то... Да ничего. Ой. Как говорится, вы сногсшибательны, как всегда. Ха-ха, благодарю. Как я могу помогать людям, когда у меня у самой таракан в голове? Ха-ха-ха-ха-ха. Хм. Тараканы, тараканы, мрази. Они ругаются на самокрутке, а говорят, что вы смешной. Надеюсь, никакого. Нет, просто смешной. Нет, просто смешной. Вы хотите привлечь мое внимание, сэрш? Нет, просто вы так пригоюнили, славно. Кажется... Кажется, голоса... А нет, они снова орут. Они смеются надо мной. Потому что знают, что вернутся. Мне из-за них становится смешно. А я пока в смысле не понимаю, как к этому относиться. Ну, хотя так вот, пусть получают. Они радуются напоследок. Ау, ау, ау. Ну, да, лю. Я у heard elite. Руль. Товашка. Кажется, все затихло. 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 А что такое? Что таково ценное может быть в человеке, чтобы помогать ему бесплатно? Кажется, все затихло. Кажется, все затихло. Кажется, все затихло. Что-то, блин. О, интересно, наверное, наверх зайти. А что она не работает? Кажется, все затихло. Кажется, все затихло. Все затихло. Кажется, все затихло. Кажется, все затихло. Досатно, что салон закрывается так рано и нельзя купить рому. Да, пожалуй. А то после встречи с Пумой я знатно протрезвела. Получается, деньги зазря. У меня всегда так. Я всегда их выкидываю в пустую. Не знаю, пусть хотим справиться. Ну, что поделать. Надо жить сегодняшним днем. Сегодняшний день делает завтрашний. Ну да, конечно, у всего есть последствия. А вчерашний сделал сегодняшний. Как сказал мне один моряк, завтра, сегодня, будет вчера. Вы точно хотите, чтобы я с ума сошла? А у мамы это уже без меня. Вы считаете меня сумасшедшей? Вы же сами это сказали. Мало ли что говорю о себе я. Важно то, как меня воспринимают остальные. И как вас это воспринимает? Как чокнутая. Ну и пусть. Знаете, говорят, что гениальность и безумство это две крайности одной и той же сущности. И опять язык заплетается. Вроде бы уже весь ром почти выветрился. А знаете, мне кажется, вы правы. Про рома или про сущность? В обоих смыслах. Как неловко. Вы аккуратнее. Главное не упасть в ту сторону. Назад. А я думал опять вниз. Как мне показалось, когда мы были на берегу. Опять что? Вниз. Знаете, такое ощущение было снова. В пропасть упал. На мгновение. Ау. Частые головокружения. Наверное, это последствия того, что вы привыкли к морю. К рому и морю, да. Забавный факт. К рому, морю. По два очень похожих слога. Как вы сказали? Две крайности одной и той же сущности. Ага. Верно смыкаете. Ага. Да. Чем занимались сегодня? Нашли корабль? Зарабатывал день. Нет, корабль не нашел. Могу найти лодку. Она ориендуется. Но лодка это не корабль. Это маленький корабль. Разве нет? Далеко ли я на нем уплыву? Что-то там так громко орет? Шлюп, это такое себе. И это уже не в моей голове. Я не слышу. Вон с той стороны улицы. Кажется, человек полуглухой, раз он так громко кричит. Ай, спокойно не поговорить. Интересно, тут окна с жилого дома? С левого? Оно не выглядит жилом. Коммерчески. Справа вроде тоже. Возможно. Нашли, да? Я вовремя rumо. У нас покажет его, да? Ага, малыш. Нашли трубе. Глазика. Возьмышки за банку, я садю. Он bars, не могла р thinks. Он находится на лодке. Он лежит с своими цеской. Удивительно. Смотри, куда я спрошу его раньше. Не забывай, не забывай! А где ты получил это? Я не знаю, что ты получил это? Где ты получил это? Ты б***ь? аккуратнее вы чуть коту хвост не передавили джентльмен вы трубочист или что у вас там за его джентльмен на крышу поднялся до любопытно вы хотите простить рыбачист на кое он мне сдался может он там клады прячет клады на крыше может он ваш очередной пациент может его надо спасать от падения сверху думаете не знаю предполагаю выказываю свои предположения я сомневаюсь что человек которого насильно спасаешь мне заплатит поэтому мы можем посидеть здесь кажется уже довольно поздно и магазин закрыт нас вряд ли кто-то подслушает кроме а вот тут про мебель написанное мебель да а вот этот второй кажется мебельный второй какой второй ну вот эта лестница к офису чему-то идет кажется художник декоратор ваш коллега своего рода для соперник ну пожалуй можно посидеть на берегу а он либо вот на этих досках я удивлен что так много людей живущих около воды боятся воды и не умеют плавать чтобы не уйти и 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 Да, что такое? Ладно. Ну и сядьте, как на земле, и свести ножки. Вполне себе удобно. Как более удобно? Держать ноги на весу? Или вы опираетесь пятками? Пятками. Я же не йог, чтобы так делать. На весу. Не знаю. Но сидеть на одной только заднице и пытаться балансировать, на мой взгляд, это довольно неудобно. Хотя, кто знает, что вы... Попробуйте. Скажите. Нет, пожалуй, нет. Эта задница не создана для подобных сложностей и мучений. А для чего? Для того, чтобы ей поставили памятник. Вот хоть прям тут. Памятница? Прекраснейшая в мире задница? Может быть, может быть. У вас есть какие-то сомнения? Я просто не знаю, я не уверен. Нет. Там было темно, я не сумел разглядеть. В палатке не было света. Ну, а не спорю, нет никаких сомнений, нет. В следующий раз будьте повнимательнее. А что кого-нибудь это может оскорбить? Не меня, конечно. Мне наплевать. Поздно все равно примите. С вами все хорошо? Да, я на вас облокотился. Мне кажется, или вас шатает? Уходите, могу вот так сядь. Выточите локтем мне в бок. Ладно. Да что с тобой не так? Со мной полный порядок. Ты уверен? Да. Может, а ты? Никогда не любила вот эти все официальные обращения. Если это вообще от этого всего так тошно. А мне не прийти. Не, ну, если вы против, капитан. Я не против. Я говорю, мне просто это не прийти. Не терпите. Не терпите. Нет, если вы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Более полноценный, собранный, нормальный. Вы не знаете, у кого нужно купить гитару? Что точно? Нет, не знаю. У меня возникло желание, еще когда я отдыхал, ладно, я не отдыхал, я спивался по поводу потери корабля. В общем, было скучно, и я думал научиться играть на гитаре. Обязательно на дне должно не остаться ничего? Оно должно остаться внутри... Во рту? Да. А бутылка пустая? Да. А... А... Субтитры сделал DimaTorzok Это сигнал? Вы против? Ха-ха-ха Э-это забавно А я б так и ожидала А я только подумал Иначе бы вы не согласились Ну почему? Не знаю Можете сказать Почему? Согласилась бы Согласилась бы Если бы я просто объяснил Как я хочу поделить Последние глотки Рома Согласилась бы Даже если не представляла бы Что будет после Разве после Может быть хуже? Дальше только лучше Может и нет Чем больше Рома тем Меньше Барьянов Меньше Рома Это Как с сыром Больше сыра Больше дырок Больше дырок Меньше сыра Значит Меньше сыра Больше сыра Я немножко потерял нить Повествования Ну Я вспомнил про сыром С дыроками А еще я вспомнил Песенку Но я не помню ее Полностью Там было что-то Про мою луну На моей луне Я всегда один Но сегодня я не один Но если бы вас не было Я бы точно не пел Сегодня в палатке Там у строителей Ну Хоть же лучше? Конечно Само собой Ваша компания Куда приятнее Чем того коня На котором я сюда прибыл Приблизительно В таком же состоянии Ну Ну Тогда может быть Стоит еще раз Узнать друг друга Поближе Само собой Я только за Готово снять Возьмите 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 Что я попереку? Возьмите 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не удивительно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok